Всем привет, с вами Додолан и это рубрика «Время гайдов». В этом видео я хочу задаться вопросом, как выигрывает Доту 2. Изначально в этом видео я хотел сделать гайд на Лину, но как-то не пошло. Мои очко порвали так жёстко, что у меня пропало желание это делать. В этом видео я хочу рассказать вам о нескольких важных вещах при игре в Доту 2. Первое, о чём мне хочется поговорить – это драфт. Дота – это крайне сложная игра. Выбор вашего героя для каждой игры подобен выбору отвертки при сборке шкафа. Вы должны научиться понимать, какой герой подходит для этой игры, а какой нет. Именно поэтому у меня возникли небольшие трудности с тем, чтобы сделать гайд на отдельного героя. Конечно, до сих пор есть те, кто играет с одной отверткой всю жизнь на одном герое, но я считаю это в корне неправильным. Какой-то герой подходит в пике больше, а какой-то меньше. Многие считают и заставляют вас думать, что играя на одном герое, вы будете играть лучше, что, узнав все его фишки, обузы, вапните себе гору ПТС. В этой степени я не правы, но я считаю это неправильным подходом. Да, играя на одном или нескольких героях, вы будете играть лучше. Но я называю этот способ быстрое ПТС. Может быть он вам поможет тапнуться, а может быть и вообще нет. Как по мне, играя в доту на разных героях, вы учите играть в целом. В долгосрочной перспективе вы будете играть в доту лучше того, кто играет только на одном герое. Буквально несколько игр назад я хотел поиграть на тинкере, запустил поиск, взял героя на ферст пик и пошел наливать себе чай. Против меня сразу залетел антимаг на керри и пугно. Мой же керри решил, что он пофармит на трерлэйди против антимага и выиграет соло. Его выбор с одной стороны был неплохим, вот только пофармить ему не дали. И проиграв все лайны в салат, нас просто вынесли вперед ногами. Все, что мне нужно было понять с этой игры, что мне просто не нужно было брать героя на ферст пик. Но я хотел поиграть на тинкере. Еще раз запустил поиск, еще раз пикнул тинкера. По итогу, играя против зерса на четверке и шайкера на пятерке. Все лайны опять проиграны и абсолютно никаких шансов на камбэк. Все, что мне нужно было, так это просто подождать второй стадии или же вовсе забрать ласт пик, чтобы посмотреть, что пикнут противники. В нынешнем патче вообще очень многое зависит от пиков. Лучше уж подождать пика противников, если у вас есть такая возможность. Хорошо, с выбором героя мы определились. Начало игры. Очень важное по моему мнению понятие в доте это геймплан. Я думаю вы неоднократно слышали о нем, но играя множество игр одно за другой, вы просто часто забываете об этом. Как только началась игра, я вижу пик противника и я стараюсь продумать. Как я буду играть в эту игру? Просто буду играть на фарм? Буду ли я гангать? Что буду собирать? Лучше играть в физ или в маг? Стоит ли играть в лейт или пытаться выиграть раньше? На каждой стадии игры старайтесь задавать себе вопросы. Какой итем лучше собрать? Где мне лучше играть? Где мне лучше фармить? Что я вообще должен сейчас делать? Как мне играть и что я вообще могу сделать, если меня все таки не оставил ласт пик, а я стою против своего контр пика? Ответ стать вк точно не подойдет, если вы и вправду хотите апнуть свои птс. Еще о чем бы я хотел поговорить, это тильт. Тильт является одной из главных причин всех поражений. Я думаю абсолютно каждый знает, что это такое. В последнее время я все чаще стал замечать за собой, что впадаю в это состояние. Из-за членного дебила или лакоша тиммейта хочется стать вк, сломать вещи и прочее, но стоит понимать, что это сводит ваш шанс на победу к абсолютному нулю. Вы должны заходить в игру только с настроем на победу. Перестаньте запускать поиск сразу после проигранной в салат игры. Дайте себе время остыть. 5-10 минут или же вообще не играть больше сегодня на птс. Начав новую игру сразу, вы будете думать о том, как вам не повезло с тиммейтами в прошлой игре. Только это с самого начала игры мешает вам думать, как выиграть именно эту игру. Подумайте, что вас заставляет впадать в это состояние. Как его предотвратить? Может быть лучше сходу прописать мут в ебало очередного гения, который открыл рот в вашу сторону. Подумайте о том, можете ли вы вообще выйти из этого состояния и что вам может в этом помочь. Что ж, думаю для первого видео несколько советов будет достаточно. Не забывайте подписываться, чтобы у меня была мотивация делать новое видео. Спасибо за просмотр, всем пока!